Экстравагантные джентльмены, которым требовался универсал от Роллс-Ройса, находились всегда. И даже сейчас, когда практичным миллионерам доступен кроссовер Калинан, неизвестному оригиналу понадобился трёхдверный шутинг-брейк. Лондонское ателье дизайнера Нильсона Ван Роя взялось воплотить проект на бумаге, тогда как дела кузовные были поручены небольшой бельгийской компании Carat de Châtelet. За основу англо-бельгийский тандем принял серийное купе Роллс-Ройс Рейд. Вся работа заняла без малого год. За это время исходная трёхдверка обрела оригинальную панель крыши и полностью новую корму. Четырёхместный салон остался неизменным, но позади кресел появился богато отделанный багажник. Любопытно, что неназванный заказчик разрешил кузовщикам выпустить партию аж из семи таких машин. И хотя цена серебряного спектра не называется, можно со стопроцентной уверенностью сказать, что весь тираж будет мгновенно распродан. Ещё один специальный проект от марки Aston Martin. Как известно, у британцев есть специальное подразделение, которое реализует мечты богатых заказчиков, а также мелкими сериями строит необычные версии спорткаров. Проект «Виктор» как раз из числа последних. Авторы проекта скрестили гиперкары One 77, Vulcan и Valkyrie, накрыв получившиеся шасси оригинальным кузовом. Обводы последнего должны напоминать культовую модель V8 Vantage образца 1977 года. В плане техники, ностальгирующая по 70-м и 80-м двухдверка получилась шедевральной, как минимум потому, что на скорости 160 км в час «Виктор» развивает большую прижимную силу, чем трековый Vantage. Силовой агрегат атмосферный V12 объёмом больше 7 литров. Да не простой, а доработанный. Так как исходные 760 сил стараниями мотористов из фирмы Cosworth превратились в неполные 850. Тем удивительнее, что коробка передач – шестиступенчатая механика. Почему для уникального автомобиля была выбрана столь экзотическая конфигурация силового агрегата, британцы умолчали. Зато раскрыто, что нехарактерное для Астон Мартина название «Виктор» – дань уважения Малькольму – Виктору Гонтлету, который руководил компанией 30 лет назад. Именно он спас британскую марку от неминуемой гибели. Но это уже совсем другая история. Продолжение следует...